Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Момер 692. События дня. 2 Тимофея 2.8. Помни Господа Иисуса, воскресшего из мёртвых, за 4 ноября 2017 года. Вот эту вот фразу. Не все примут, что помню. Он не воскрес, а и он не был. То есть что угодно можно говорить. Нам оставлено помни, всегда помни. Он воскрес для нашего оправдания, умер за наши грехи. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Вчера на занятиях изучали бытие 40 главу. Открылось, в кавычках, следующее. Все получено от Бога, сам Бог истолковывает, но через специальных людей. Воскресательный знак. А ведь, как часто еретики, подковыривают православных вопросом. А вы сами считаете и понимаете Библию. Этому вероотступническому безумию дает ответ Господь через праведного Иосифа. Бытие 48 стих. А они сказали ему, мы видели сон. Ну, это надо знать историю, о чем говорится, что он в Бузах был. И там два из администрации фараона были, проштрафились. Так, сказали ему, нам виделись сны, а истолковать их некому. Иосиф сказал им, не от Бога ли истолкование? Расскажите мне. Так и должно отвечать еретикам на их вопрос словом Писания. Не от Бога ли истолкование? Не стали ли на черпе и хлебодар толковать каждый, во что гораст, свои сны? Ну, а задача ли с тем, что нет никого, кто бы смог это сделать? Ну, вот рядом тот, кто имеет благодать, пророчеств и истолкование. Иосиф Прекрасный. У нас же православных рядом на все века, водимые Духом Святым, Отцы Учителя, поставленные на толкование и на учение самим Христом Господом. Отвергающие же сие отвергают Бога его волю. Благодарю вас за ваше наставление и на учение, Игнатий Тихонович. Молитвенно обнимаю. Вот вчера мне подкинули, но все время подкидывают. Ролики посмотрите, посмотрите. Называется «Попы и двойная жизнь». Это можно в Ютубе зарядить, русскими словами написать. Православные священники учат своим примерам, как нужно жить. И вот здесь дальше, как это, номер, надо сказать, какой шифр ее. Но лучше всего по-русски зарядите и там посмотрите. И вот я дальше тут ролик выставил один, как глухонемым разговариваем по телефону. Внезапно он пришел. И просят, там Рахиль просит разъяснить. А что там вы говорите? А что говорим-то? Руками машем. Я говорю, Андрей показывает мастерскую по дереву, Андрей Дробот. Потом я говорю ему, что мы были в больнице у его жены Анастасию, которой признали рак желудка и удалили его, и еще что-то. Но она жива и была в хорошем настроении, не паниковала. У них четверо детей и хотел им помочь. Но чтобы он сам приехал в воскресенье, отсюда мы на машине привезем им продукты разные. То есть сюда, где мы молились. Он когда-то ходил, был и крещение принимал, а потом не ходит. Но так как я держал в одной руке видеоаппарат и все записывал, то те знаки, какие нужно показывать двумя руками, по глухонемому. Я показывал одной рукой, и приходилось это говорить азбукой глухонемой, их же, по буквам. Потом он поблагодарил меня, я его. Он большой мастер, сошьет любую модельную обувь, и краснодеревщик. Может статуи разные вытащить. Допустим, два указательных пальца, вот так перед собой держишь, и один по-другому. Вот так вот, если делаешь, вот так вот один, значит, скорее делай. Если вот так вот гладишь, по другой руке, это означает, что я люблю тебя, кахаю. Или это означает, что у тебя есть кошка. Вот почему женщина с кошкой сравнивается, очевидно, они отсюда взяли. А я одной рукой-то держу, ну как показываю, я просто вот так вот показываю, или вот так одним пальцем, ну это же, конечно. Тогда я могу, говорю, люблю, вот буква Л, Ю, Б, Б, вот так вот, как старобрядцы пальцы сказали. Л и Ю, опять показываясь, вот так. И вот вчера мне скинули тоже материал посмотреть о миссионерстве. Оказывается, такая статья есть, я покажу на каком. Важные заметки на пороге создания православной миссии. То есть еще нет, только на пороге стоят, думают. И вот где это есть, можете найти, Сидоренко. Это я взял из Кистине 1, тоже Кистине 1, и Кистине. Вот. И он пишет. В последнее время в православных академиях и семинариях спешно вводится курс миссиологии. Вот я буду небольшие здесь комментарии давать. Это, понимаете, этот жуткий обман. Туда самое злобное, самое темное, то есть самое-самое невежественное, невозрожденное, бездуховное. Туда все стекается у них сейчас. Я их знаю. Это нельзя создать. Вот почему, по какой причине. Благовестнические могут создавать. А в миссиологии нет такого слова, во-первых. А далее, миссию вершит Бог. Два человека. А в отделы там получать деньги, спешно вводится курс в семинариях и в академиях. То есть там будут учить, как работать в Духе Святом. Но этому нельзя научить. Это Бог избирает, значит даст. Нет, нет. Ну как тут? Я глухой, как я могу музыке научиться? Это есть дар или нет? Это вот самое то, где определяется, рожденный свыше человек или нет. Это мертвые они. Они не знают. Похоже, протестанты таки навязали православным помпклес не до протестантскости. Видите, какое слово придумал в кавычке. Растет вопрос, а почему в РПЦ, Русской Православной Церкви, до сих пор нет миссионерской школы? Вопрос, почему нет? Да нет духовного рождения и нет ничего. Механическое все. Любая неопротестантская секта, как правило, в разы активнее целых православных епархий. Ну, правильно. Почему перспектива выхода на уличную проповедь вызывает у православных ментальное отторжение? Ну, вот потому и, что им зачем нужно. Как у старобрядцев. Лежало до нас тысячу лет, пусть дальше лежит. У старобрядцев за 300 лет не было ни одного благовестника в народе, ни миссионера. Миссионеров по пальцам пересчитать можно только. Это Дух Святой делает. Самый большой обман сегодня на миссионерских отделах. Они что-то узнают, там где-то прочитают, нападают. Ну, вот как какое-то болото. Мне кажется, было бы большим упрощением в качестве ответа на этот вопрос говорить о лени, глупости или неорганизованности православных. Вот. Ну, давайте и говорить о лени и о глупости. Ну, так и получится. Вот. И взяли нашу фотографию. Это кто-то взял или так было? Вот оттуда я беру. И вот что интересно, вот стоит это Вася Черепанов, крестится. И вот взяли. И вчера как раз я вечером уже пришел после богослужения вечернего. И вот эту фотографию увидел Василия. А вечером кто-то позвонил. Ну, Володя, я-то не слышу, он говорит, надо посмотреть. Я по наружному наблюдению глянул, стоит кто-то у ворот. Я говорю, не выходи. По шапке у нас такой шапки никто не носит. А он прижался к воротам, там рядом стоит. И больше-то я не звонил. Смотрел он, смотрел. Мы тут снимали, даже ролик получится, может быть. И он видит, что никто не выходит. Я говорю, вот он может перелезти через забор. Человек пошел, пошел к соседней двор, зашел. Это чтобы с улицы не видели, что он лезет через забор. А пошел туда, и там перелез. Видно, ну, темнота, ну, прибор высвечивает. Видно его. Он выходит и куда-то скрылся перед окнами. Я думаю, он к Надежде Васильевне, значит, что-то знает или знакомый. Так и есть. Он к окну, а потом вышел, его опять тут мы снимаем. Один прибор глазок другому передает. Он ей позвонил. Я говорю, баба глупая откроет. А в серединочье-то я за это дело строполю все время. Не открыла. Слава тебе, Господи. И она говорит, это Вася Черепанов. Там позвонила, кажется. Такое. Ну, я говорю, Володя, выйди в стенки-то. Стены, кто у нас закрыты. И с ним переговори. Так и есть. Что? Опоздал. Ну, это обман. Опоздал на богослужение. Оно с четырех часов. Опоздал. Ну, зачем тогда идешь? Опоздал. Богослужение закончилось. Сейчас уже мы поужинали. Уже семь. Дальше. Так он, если вышел из дома, ему нужно, допустим, в час идти. Он вышел из дома. И вот представьте, за час. А теперь только что пришел. И шел не один час пешком. А пять часов уходит. Ну, нет. Это какой-то обман. Ну, и, видимо, она ему то ли денег дала, или еще выехать опять домой. Где-то он тут живет. Ну, такой человек. Давно не ходит. И вдруг ночью решил прийти. Еще его пустить, ночевать. А там батюшка. Мы звоните. И дозвонились. Он в храме. Там у него своя сторожка. Господи, кто поверил слышенному от нас? То есть, вот. Это вообще. То есть, если он это сам берет. Вот, или по нашей фотографии. Не знаю. Исайя 53.1. Вот. Это я уже выделяю. На мой взгляд, Сидоренко пишет. Все дело в том, что миссия в православной традиции есть и народное тело. Миссионерская деятельность в самой своей сути входит в противоречие с православием. Есть определенный конфликт церкви и миссии. Максимум этого антагонизма. Или церковь подавляет миссию, или миссия подавляет церковь, подчиняя ее своим задачам. Последнее мы наблюдали неопротестантизме, особенно в период 90-х и нулевых годов. Итак, каковы принципиальные пункты несоединимости православия и того варианта миссии, которым она представлена в современных миссионерских движениях? Схема соотношения христианин-нехристианин. Христианская миссия начинает с того, что все остальные погибают, а их надо спасать. Сама эта стартовая схема уже ставит христианина над окружающими. Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Деяние 26.18. Главное, главу от стиха через двоеточие отделяет. Вот что удивительно, это у православных через запятую или как. Это правильно вот сейчас здесь сделал он. Спасайтесь от рода всего развращенного. Деяние 2.40. Еще точку не ставят после деяния, я поставил. И нужно вплотную подтянуть 2. Вот так надо делать. Мы во свете, а они во тьме. Сравни Дедахи 1.1. Зачем сравнивать-то? Не надо сравнивать. Сравнивать надо только с Евангелием. Все правильно. Здесь трудно не превознестись своим знанием о Христе или духовным опытом, сформулированным в соответствии с этим знанием. Сама церковная керигма стоит на этом. Вот теперь начинает он керигма. Что за кикимора? Откуда она выскочила? Керигма. Церковная керигма. Вот потому она не сходит со православием, что керигмой подавились. Что за керигма? Зачем это слово? Он не знает замены какой-то. Проблема. Я исключил и все, что нерешенный вопрос. Динаминация, конфессия. Нет этих слов. Это сатана прикрыл слово ересь. Где эти слова стоят, вы знаете. Там ересь. Какой ты к конфессии относишься? То есть ты к какой ереси относишься? Есть истина, церковь, и ересь. Больше ничего нет. Это керигма. Вы свет мира, соль земли. Если это сказано только клиру, то и фарисейская закваска никуда не делась. Она взята с собой. При чем тут фарисейская закваска с собой? То есть он обязательно, вот этот человек, который пишет, он учился в семинарии в академии. Вот это напичкали его, там, Осипов. Это главный, который тысячу людей, может, погубил своей керигмой. Я свет и соль, а остальные тьма и гниль. Так и есть. Трудно не стать фарисеем с таким креном в миссиологии. Каким креном? И вот все православные, главное, два слова. Это прелесть и гордыня. Чуть еще сразу, прелесть и гордыня. Как у старобрядцев. Ты еретик, переходи к нам. А между тем, никакие смиренные словеса и ремины не подменят с собой этой опорной структуры миссии. Опорной структуры миссии. Ни одного слова евангельского нет. Отсюда не случайная рекомендация типа. А если кто... Рекомендация типа. А не говорит, что Дух Святой говорит так через Христа. Он этого не знает. Марк для него, это что? А это не случайная рекомендация типа. Это Евангелие типа у него. Это ясное дело, что не евангельский христианин. Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших. Во свидетельство на них. Истинно говорю вам. Отраднее будет Содома и Гаморрию в день суда, нежели этому городу. Марка 6.11, Матпея 10.14, Лука 9.5. То есть три евангелиста говорят. А отсюда рекомендации типа. Слова-то какие? Типа. Как будто зэк какой-то вышел. Отрясите прах от ног ваших. Симптоматичный рудимент иудаизма. Какие слова? Это кто их знает? Рудимент. Ну, рудимент что? Это что, на кишках что-то наросло лишнее или что? Иудаизма симптоматичный. Презирающая всех остальных только за то, что те не изъявляют срочного желания стать христианами. Да и раньше апостолы хотели свести огонь на одно селение. Вот аппендиксы какие у него. Везде. Рудимент. Не принявший Иисуса. Но жених тогда еще удержал. В этом контрастном представлении о задаче миссионера оказывает свое влияние иудейское представление о пришествии Господа. День Господень есть тьма. Правильно. Он придет и жестоко накажет плохий шей. То есть, видишь, слова-то какие он набрался-то. И блатных, и всяких. И все говорит. Просто у него не помещается, не пролазит в него это слово. День Господень есть тьма. Так и есть. Об этом особенно у малых пророков сказано. Куда больше, чем о радости праведников. Смотри, Сафония, первая глава. Поэтому, когда христиане стали проповедовать пришествие Господа, то не могли не наступить на эти иудейские грабли. Иудейские грабли. То есть, комплекс представлений о последних событиях. Это все говорит о Библии. Откуда эти представления у иудеев-то? Ну, он показывает у Сафонии. А что, это иудейские грабли. И этого человека допускает до людей. Это он их учит. Да эти один какой-нибудь, так называемый, свидетели Иеговы, он их всех положит на лопатки сразу. Не могли не наступить ниудейские грабли. Комплекс представлений. Возрадуйтесь в тот день. И возвеселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Лука 6, 23. Так, полагаю. То есть, он полагает, это пишет Сидоренко. Мыслят о себе и неудачливые миссионеры. Да они никогда миссионерами не были, не будут. Он-то себя, видимо, миссионером считает. Вот это. Голова-то набита чем? Какое мишурое? Джамахирия, какая у него там в мозгах сидит? Но, увы, история учит нас, что если вас гонят, презирают и бьют, то это еще не значит, что вы лучше других. Вероятнее всего, вы того достойны. Видишь, он какие выводы делает. И да и все желающие жить благочестиво будут гонимы. Значит, достойны. Мало тебя били, пусть больше бьют. Это вот три друга к Иову пришли, еще мало Бог тебе кое-что сокрыл, а то бы больше тебе надавал. Почему христиане заранее канонизировали свои страдания? Заранее канонизировали. Ничего этого нету. То есть он категорически против миссии. То есть он воюет против Духа Святого. Сидоренко это. Мой тезис, миссия не должна спасать. Она должна согреть, порадовать, помочь обнаружить Бога. Это ближе к смыслу слова «Евангелие благая весть». Бог принимает нас как есть. Я говорю, принимает. Нигде этого нету. Он говорит, ненавижу. Бог говорит вас. Уничтожаю, погублю. Светит и дождит на праведных и неправедных одинаково. Какое отношение эти слова к миссии имеют? Никакого. То есть Бог милует, ждет покаяния. И мы должны стремиться к тому же. Но в миссионерском спасать гораздо больше пафоса, мотивации, молодецкого пыла. Ни одного слова евангельского нет. То есть вот это все, то, что Дух Святой дает миссионерам, для него это просто пафос, мотивация и молодецкий пыл. И второе. Ксенофобское стремление всех изменить, приведя в соответствии с самим миссионером или основными его идеалами, есть еще один неизбывный стержень современной миссии. Ой-ой-ой, дурдом. Ксенофобское стремление всех изменить. Да это естественное желание, люди погибают, им засвидеться. Это ксенофобское стремление. Вот где-то же нашел его этот, кто опубликовал-то. На меня выставили-то, это благодарю. Это, кажется, мне Марьясов Александр Сергеевич скинул. Христианская любовь к человеку, раскрытая в православном предании, зиждется на религиозном восприятии ближнего во Христе Иисусе. Ну какой он ближний во Христе, когда он падший грешник? Что нам делать, мужи и братья, определенно? Они поняли? А ты что медлишь? Сань, крести себя мои грехи твои. Деяние 22, вот если 16. Чтобы принимать человека как такового, нужно как минимум снять с него задачу, в соответствии с нашим параметром. Стань как мы. Да Павел говорит об этом. Подражайте мне, как я Христу, и в ком видите это. Подражайте. То есть он против этого. Нельзя ему подражать, он, Сидоренко-то. А миссия вся пропитана именно этим параметром. Ну и естественно, пропитана параметром. У него слова-то, то есть он грамотный, смотрите, как он. И он учился. Хлебал эти миссионерские, или сказать, семинарские щи. Понимание духовной жизни. С одной стороны, Евангелие многообразное говорит о том, что духовность христианина не должна ориентироваться на внешнее одобрение. Когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах, на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори в дверь твою. Помолись отцу твоему, который в тайне. И отец твой, видящий тайно, воздаст тебе. Когда творишь милостыни, не труби перед собою. Воздаст тебе как тут явно. Матфея 6, 5, 6, 6, 2. Это никакого отношения тут не имеет. Он совершенно не к месту эти слова взял. И в то же время звучит миссионерское. Так да светит ваш свет перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Матфея 5, 16. То есть у него это не сходится, и он берет их рядом. То есть добродетельность надо творить, если не с целью, то по крайней мере с оглядкой на внешний эффект. Что скажут люди? Прославят ли Отца? Оглядка. Это все естественно. Человек об этом даже не думает. Миссия всегда экстравертна. Какие он слова? Он, видимо, записывал в словаре, а потом смотрел, заучив голову, запрокинул к небу. Запомнить. Так. Восточное христианство интровертно. Там экстравертна миссия, интровертна. Совершенно случайно историческое отвержение монашества. Не случайно. Историческое отвержение монашества миссионерским протестантизмом. Да написано, идите по всему миру и пропадайте Евангелие, не за стены прячьтесь. Причем тут это все протестантизм. То есть враждебное по отношению Духа Святого. Монашески ориентированное православие и современные образцы миссии в 90-х протестантского образца действительно несовместимы. Вот они сейчас налепят в миссионерских отделах. Повторяю, самое злобное, самое невозрожденное, темное, ядовитое, все туда сползется. А как? По образцу Дворкина они будут делать. Дворкин, вот образец, без оглядки, тюрьму всех. Гнать. Еще за то, что он сейчас, так называемых свидетелей, Еговы запретили. Это все православные подбили на это. За это еще придется отвечать. Это только начало. И на их стороне, как, я отдельно ролик, наверное, сделаю на это потом. Святые отцы восприняли метод. Спасайся сам. И как-нибудь вокруг тебя спасутся тысячи. Это Серафима Саровского взяли. А как-нибудь, как-нибудь восприняли метод святые отцы. Преподобный Иоанн Лесвичник советует начинать духовный путь с отречения от мира. Да не Иоанна Христос говорит, отвергни себя, возьми крест следы за мною. Преподобный Арсений, бегай, людей, и спасешься. То есть иди против Христа, против Духа Святого, и спасешься. Преподобный Антоний Великий пишет. «Всякий, желающий быть истинно духовным подвижником, должен стараться держать себя вдали от шумного многолюдства, и не приближаться к нему, чтобы быть и телом, и сердцем, и умом вне смятения». Вот Павел не знал про это. На площадях, в Афинах. Вот сейчас-то Антоний бы раньше-то был, так нет. «Господь наш показал нам образец удаления от людей и уединения, когда один особо восходил на гору для молитвы». Да кричит о молитве, а не о Мессии. О молитве. То есть он все по... Ну просто все у него извращено, этого Сидоренко-то. «Когда один особо восходил на гору для молитвы, в мире врагу удобнее теснить нас своими орудиями внешними и внутренними, так, привлекая к себе некоторых людей, как пособников и подручников, ему послушных, он припосредствии их ведет брань против верных». Преподобный Исаак Сирин. «Кто любит собеседование со Христом, собеседование, где он нашел это, тот любит быть уединенным, а кто любит оставаться со многими, тот друг мира сего». То есть Павел, друг мира, все апостолы, друзья мира. Вот они из мира-то и приводили. «Если любишь покаяние, возлюби безмолвие». То есть язык не нужен. Отшибает мозги людям. «Ибо вне безмолвия покаяние не достигает совершенства». Покаяние. Все извращено. Это вот миссионер. Четвертое. «Зазор между аргументом и мотивацией». Зазор. Миссионер не может воспроизвести подданную причину своего собственного обращения ко Христу. Причину. Господь коснулся. Это всегда очень лично. В пересказе это малоубедительно и малоинтересно. Наоборот, это интересно. Он ничего не понимает. Павел говорит, как он обратился один раз, другой раз, третий раз. А Сидоренко нет. Он неверующий. Можно сравнить проповедь Петра в «Деяниях 2 глава» и «Обращение Петра». Любой проповедник вынужден придумывать искусственные приемы аргументации для тех, кого он хочет убедить в истине. Это начало фальши и манипуляций. Искусственные приемы аргументации. Это все он придумает. Его учили в семинарии в Академии. Фальши, манипуляции. Пятое. Маркетинговые ходы со всей их прагматичностью. Ой-ой-ой, язык сломаешь. По умолчанию включено в рецепт миссионерского успеха на религиозном рынке. Ой-ой-ой. Бедное православие. Это не культ, а культе. Тут и демпинг. Всякий, кто призовет имя Господнем спасет. Это демпинг. Это не Дух Святой сказал. Рим нам 10.13. Веру саблюл готовится мне венец. 2 Тимофея 4.8. И тому подобное. И самореклама. Смотрите в качестве примера любое сочинение ранних апологетов. И пресловутые акции «Милосердие на показ». Молитвы пасторов по ТВ. Реклама чудес и их раскрутка в СМИ и тому подобное. Сам-то ничего против воюй. Начал нечего рассказать. Как обратился? Да никак. Ходил с бабушкой. За руку таскала его. Это сейчас они попы такие. Более ранее. Все в комсомоле, в пионеры были, коммунисты. Ну, все двинулись куда? В попы. Вот и в попу эту мерзость и натянуло. Возражение первое. На все свои изложенные можно возразить, что РПЦ имеет весьма известную школу миссионеров. Дьякон Андрей Кураев, Осип Ажи Алексей, протеерей Геннадий Фаст, протеерей Александр Мень, протеерей Чистяков, протеерей Кочетков, Георгий, протеерей Привалов, святитель Кирилл и Мефодий и т.д. Во-первых, они исключения, подтверждающие общее правило отсутствия школы. Церковный народ в целом их всех отверг. Все они обзывались еретиками, модернистами и тому подобное. Так вы как раз и травите народ-то. Я-то это знаю. Евангелие считаешь, а поп натравляет. Ты из ограды выйди, тут Евангелие не считай. Я все это испытал. Только высокое покровительство патриархии спасло Алексея Ильича Осипова. А остальные были прямо или косвенно дискриминированы. Во-вторых, у них нет учеников. Например, такой яркий талант, как дьякон Андрей Кураев в одном из интервью сам сказал, что не может оставить по себе учеников-миссионеров. Это еще раз говорит об отсутствии самой основы для миссии. Основы. Так основу-то вы и создаете, и клепаете. Свечки главное. Деньги. Мамонисты. Мамона. Вильзиулович. Тут правит бал в храмах. Торговлю-то убрать не можете. Вас пороть надо еще. Гонимы были и святитель Кирилл и Мефодий, как их ученики, и Ахридская школа. Иначе не пришлось бы выписывать сначала учителя, философа из Сарьграда, затем целые обозы священников, а оттуда же при Владимире Великом. Тонны ладана принеси лопаты и пошли копать, в пещеры прятаться. Возрождение 2. Возрождение или возрождение. Не противоречит ли это заповеди? Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Марка 16, 15, 16. Надо заметить, для иудеев активная внешняя миссия была инновацией. Инновацией. Вот еще и. Поэтому миссионерское посланничество апостолов самими первохристианами воспринималось как временная мера. Вот откуда еще берет. Вот-вот уже скоро закончится вся история мира. Истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приидит Сын Человеческий. Матфея 10, 23. Проповедуя, говорите им, приблизилось к вам Царствие Божие. Если же придете в какой город и не примут вас, то выйдя на улицу, скажите, и прах, прилипший к нам от вашего города, отрисаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказую вам, что Содому в день он и будет отраднее, нежели городу тому. Лука 10, 9, 12. Исполнилось время, и приблизилось к Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Марка 1, 15. И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. Марка 9, 1. В те дни солнце померкнет, луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, силой и многое славою. Не предет род сей, как все это будет. Марка 13, 24, 26 и 30. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Первая Коринфка 15, 51, 53. Таким образом, мера, принятая как экстраординарная, пожарная, в связи с ее временностью, не может быть вечным атрибутом христианской церкви. Атрибутом христианской церкви. То есть, он знает, попы эту статейку примут, и которые в миссионерских отделах примут, которые уже образованы отделы эти где-то, примут. А почему? А они такие же. Рано или поздно они должны были войти в конфликт, который обозначен в этой статье. Так вы его создаете искусственно. Главное, что ходи в храм, чаще исповедуйся, чаще причащайся. Чаще исповедуйся, чаще причащайся. Чаще исповедуйся, чаще причащайся. Это как у идеи было. Храм Господень, храм Господень, храм Господень. Трижды. Итак, мы рассмотрели некоторые аспекты миссии на современном этапе ее развития, которые, на мой взгляд, на взгляд Сидоренко, несовместимы с ортодоксальным православием. То есть, им не нужно ни Евангелие, ни понятие связи с Богом. Нужен новый тип миссии. Не слепых протестантизмов православия, а свой новый, но укорененный в православной ментальности образец миссии. Ай-яй-яй, чем подмазывают, на чем жарят они. Конечно, эта разработка нового типа миссии должна быть плодом совместных усилий многих богословов и миссионеров. То есть, не Дух Святой, не Библия, а многие богословы и миссионеры. Их нет миссионеров-то. Я могу предложить только несколько посылок для его создания. Православные должны воспринимать свое православие так же, естественно, как атеисты, свой атеизм. Вот с чем он и сравнивает. Вот вы его насадили, и должны так воспринимать. Пришел в храм, там дохлые кошки валяются, собаки. Не трожьте, это так было всегда. Это Симеон, юродивый, притащил собаку за хвост. Нечто приособенное, нечто делающее особым, оно не должно быть означающее что-либо, будь то позор или хвала. Православие само есть система измерения, как пространство и время, а они означают только себя. Кто на ком стоит-то? Собачье сердце. Булгах, вот так и вспомнишь. Нужно спокойно обозначать веру, и в то же время не представлять веру, означающую что-либо еще. Шариков. То есть, вот я, и я православный. А не я православный, а значит такой-то. Это то самое суждение сознания, которое все внешне, все внешние боятся. Главное, за всех отвечают, боятся. Мы должны не следовать за кругозором вопрошающего. Нужно отвечать тому, что в нем вопрошает. Человек зачастую спрашивает не о том, формулируя вопросы и запросы по лекалам СМИ или культуры. Целью ответа должно быть препроблематизироваться. Вот какие слова. Перепроблематизироваться человеческого сознания. Вот у него в мозгах-то ничего нет, кроме мусора. Помойка. Мусорный ящик. Для этого нужно за речью вопрошающего уметь услышать подлинные вопросы. То есть, придумывать. Почему я человек? Что делает меня человеком? Почему я беспокоен? Как практиковать Бога? Практиковать Бога. Чтобы не попадать в болезненные стереотипы, такие как унижение, оглупление, наивность. Миссионер не должен стремиться к максимальной понятности и простоте. Если мы хотим привлечь христианство, способных к христианству, способных к христианству, то должны позволять себе быть непонятными, как явил себя Христос. Игнатий Сидоренко и романах Става с 30-го, 5-го. И примечание. Под миссией я понимаю активную проповедь иноверцам или атеистам. Проповедь – это благовестничество. Это не миссия еще. Миссия – это отверстие сердца. Мы пожелали пойти туда, но Дух нас не допустил. И вот замещаем мы, когда, говорит, и Дух Святой коснулся Его, и она заговорила. И Елисавета об этом говорится. О Марии, о Симеоне Богоприимстве всегда выражается в проповеди. Александр Тетюшев далее пишет. Дорогой Игнатий Иханович, Христос среди нас есть и будет. О себе я писал вам ранее, на ваш к истине 2, собачка Мейл.ру. С тех пор в моей пенсионерской жизни, с момента знакомства с вашим сайтом во Святой Библии, живу по вашим роликам, ежедневными вашими проповедями. Вот миссия где. Можно даже добавить, как будто живу в вашей общине. Тетюшев. Слава Христу! Я знаю, недруги сейчас будут искать его и будут ему капать. А главное, ничего не успевают сделать. Будут пакости творить. Миссионеры. Теперь уже не представляю себя без вас, ваших проповедей, всех ваших побочников. Поэтому, как и многочисленные ваши сподвижники и друзья, ежедневно жду и с радостью смотрю все ваши ролики. Так и хочется сказать, Кагановичу пришли, сказали, говорю, а эти политики, вот назвали, эти политики, ну политики, которые развалили страну, он что им ответил-то? Не посчитайте за грубость. Сами себя люди боятся, когда говорят, говеные политики. Вот эти тоже к миссионерам относятся слова. Какие они? Он сколько нагородил-то, сколько мусору-то натащил. Вот так. Это уже прямо. Всем сердцем и с радостью благодарю Христа и обнимаю всех вас. Мне трудно даже сказать, скольким же я вам обязан, прежде всего за то, что перепахали меня всего, за то, что живой своей верой показали мне истинного Христа. Я его не видел, не знаю, надо запомнить эти уши. Видите, как действует. А еще пропитанность Духом Святым. Дай Бог вам крепкого здоровья и не болеть. Ваши проповеди и благовестия о Христе нужны всем любящим вас, именно как воздух. Спасибо вам за все, дорогой Игнатий Ихонович. Ждай вам Бог долголетия, во славу Божию, во благо всех нас. То есть, как Серафим Саровский говорил, нужно плыть в Евангелие. Вот это вот, чтобы буквально все пропитано им было. Благодарение и слава Христу. Дорогой Игнатий Ихонович, можно ли у вас приобрести ваши книги «К истинному православию» и «Толкование Нового Завета», «Блаженного Фефилакта»? Мне хотелось бы получить от вас 12 экземпляров книг «К истинному православию» и 2 экземпляра трехтомника книг «Толкование Нового Завета» «Блаженного Фефилакта», которые я хочу подарить своим родственникам и рассказать всем им о вас, вашей общине. Если это возможно, то, пожалуйста, посчитайте, сколько я должен перечислить вам рублей за эти книги и сколько рублей за оплату почтовых расходов на их пересылку. «К истинному православию» 500 рублей, трехтомник – 3000 и пересылка. Полагаю, что книги желательно бы отправить двумя посылками по категории «простая», то есть без объявления ценности. Думаю, что удорожать почтовые расходы вряд ли стоит. Как вы наверняка знаете, почтовый тариф отправки посылки «простой» должен быть общим местом не более 20 килограмм. При этом самый дешевый тариф простой посылки, без объявления ценности. Видите, все рассказал пенсионер. В связи с этим, думаю, что общий вес 12 книг «К истинному православию» и двух экземпляров трехтомника книг «Толкование Нового Завета» вложена Фефилаком скорее всего составит более 20 килограмм. Поэтому считаю, что в данном случае эти книги целесообразнее отправить двумя простыми посылками без объявления их ценности. Но на этом, конечно же, не настаиваю, а полностью полагаюсь на то, как управит вас Господь Бог. Еще одна очень важная для меня просьба, дорогой Игнать Ихныч, в одной из книг «К истинному православию» и в одном из экземпляров первого тома «Толкование Нового Завета» Блаженного Фефилакта, пожалуйста, Игнать Ихныч, благословите меня их изучение вашими автографами и вашими об этом напутствиями, на молитвенную о вас память во славу Божию. «К истинному православию» «Эта книга моя, я 40 лет собирал материал на нее, тут я могу поставить, а на Новом Завете я никогда не подписываю, нигде, даже хорошее, не подписываю. Ну, такой порядок у меня, это боязно для меня. После получения вами денежных средств, посылки, прошу отправлять по адресу, он дает адрес, но я не стал показывать, думаю, мало ли еще. Заранее благодарю вас и всех ваших братьев и сестер общины, а также отца Иоакима и Оакима за ваши труды, благовестия, батюшку за истинное пастырство». Это он написал 4 ноября 2017 года. Бугуруслан, Оренбургская область. Ну, а тут что, дальше-то еще у нас и нету. Вот. Сегодня такое интересное событие дня. Батюшка приехал, отец Иоаким, после поездки по России, по монастырям, он везде все ездит, там по мощам. Вот. Ну, вечерняя была, а я тут днем нашел, долго я искал, искал несколько лет такую тему и не знал, что она такая есть. Немножко озвучено, чуть-чуть. Из всех людей меня интересует только Гитлер, больше никто. Остальные, я считаю, так, никакой роли не играли. Он играл большую роль и меня интересовало, касался ли его Дух Божий на раскаяния после всего, что он натворил. И когда, с какого момента было? Я считал, там Юнгия, это его секретарша, говорит, знает, она последнее завещание печатала и говорит, тоже ждала. Хоть слово-то покаяния скажет, у народа попросить прощения нет. А вот кто, заместитель будет, там, всех это выставлял, Дениса, там, Бормана кого. Вот, меня это интересует. И вдруг я нашел, и называется это так, Вторая мировая война. Вот запомните, Вторая мировая война. И дальше, день за днем, день за днем, ролики по 26 минут, серия каждая, 26 минут, на документальной основе, документы все засчитываются, биографии, если они про немецких, то есть, равно смотрит, также тираном Сталина признает, и этот, и что он делал, и засчитывает, показывает в газетах, где написано, и кадры идут, война, если Япония. Вот, день за днем, как красное колесо, час за часом у Александра Исаевича Солженицына. Вот, очень похоже на это, но только вот, такой тот про революцию написал, «Красное колесо», а этот про войну, их там трое, три историка, я вчера смотрел их, даже записал, вот, это Андрей Терещук, историк, Кирилл Александров, и Виктор Правдюк, и отвечает хорошо, мне все понравилось, но, немалый материал, 41, сейчас слушать, 95 роликов, 95 серий, советую всем посмотреть, советую, я до конца не досмотрел, 65-ю только еще смотрю, думаю, добить на этой неделе, ничего не пропуская, от А до Я, выслушиваю, смотрю, и, вот так, как они понимают, ну, как всегда, глянуть наши ресурсы, это наш, мой мир, далее, наш православный форум, 1600 тем, и, наш видеоканал, православный видеоканал, большой видеоканал, слову сказать, 9035 подписчиков, посещаемость просмотров, 8 миллионов 751 тысяча 26, ну, 8 тысяч 500 с лишним наших, наших видеороликов, вот я каждый день выставляю по 5, а сегодня выставил 10, они у меня тут архивы, из архивов кое-что решил показать, все хранил, хранил в архивах, а теперь решил показать, из моего, все вот эти ролики я переношу в мой мир каждый день, а тут и архивы, большинство взял именно в обратном порядке, в обратном порядке, отсюда скопировал для себя, и это мои все материалы-то, вот на мои материалы и тоже, ну, как только сочтет, как примет, и вот, во свете Библии, здесь есть книги, вот первые все книги издания, еще раз говорю, наши книги, это мои книги, 38 в бумажном варианте, и 7 книг в интернетной версии, то есть, у них нет средств, потому что речь идет о больших миллионах, тысячах экземпляров, и то никак, вот у меня уже здесь же есть стихи, вот здесь вот, 4 тома стихов, по 800 страниц, в каждой строчке, по 9 куплетов каждое стихотворение, вот, 3467 стихотворений таких, и сзади пошел никак вреда, никак, все книги у меня на обсетной бумаге, фотографии по 64, страницы фотографий цветных, намелованы, все сшиты, склеены, ни одной нету, книги, и особенно, вот, Новый Завет, Столкование Блаженного Феофилакта, издали, и с Откровением вместе, и 240 иллюстраций, Юставо Дорре раскрасили сами, то есть, нам есть, что, ну, показать людям, больше сегодня, наверное, не надо, уже устали, с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok